Я очень рад, что нас стало больше и что к нам присоединились все телезрители канала ТБН. Добро пожаловать! Очень здорово, что мы сегодня можем открыть Священное Писание, которое, я знаю, что будет говорить сегодня с каждым из нас. Слово Божье, оно живое, оно разговаривает с человеком, оно дает будущее человеку, которое никто никогда не смог бы открыть. Оно дает надежду там, где по-человечески всякая надежда заканчивается. И я знаю, что сегодня так много на что народ Божий надеется. Надеются и на лекарства, надеются и на врачей, надеемся и на правителей. И знаете, слава Богу за все, что все это у нас есть. Слава Господу, потому что мы пользуемся, и Бог нам много дает, чем пользоваться, живя на этой земле. Но мне кажется, что бывает так непросто определить эту грань между тем, когда мы пользуемся теми благами, которые Бог нам дает, и между тем, когда мы начинаем на это надеяться и уповать. Я должен признать, и думаю, что вы согласитесь со мной, что Бог нам дает очень много благ, которыми мы можем пользоваться. Очень много разных возможностей, которыми мы можем пользоваться, живя на этой земле. И чем больше трудностей, тем больше возможностей, мне кажется, Бог предлагает нам сегодня. Все больше научных открытий, больше разработок фармацептики, лекарства разные изобретают новые, которые побеждают новые болезни. Много есть возможностей, которые Бог нам дает. Но я уверен, что на протяжении всей истории отношений с человеком, Бог всегда бодрствовал особенным образом, чтобы ничто из того, что Он нам предлагает, не начало заменять Его самого. Чтобы те блага, которые Он дал нам, чтобы мы могли пользоваться ими, не стали теми вещами, на которые мы возлагаем свою надежду и свое упование. Потому что настоящий источник жизни – это только Бог. Потому что какие бы великие и прекрасные блага ни были, которые Бог нам предлагает, они никогда не могут дать нам той жизни, которая приходит лично от Бога. И каждый раз, когда происходит какая-то подмена, и вместо Бога, Его место начинает занимать какое-то благо, что-то, как бы прекрасным, чтобы это прекрасно не было, рано или поздно начинает теряться жизнь, начинает уходить жизнь. И рано или поздно мы начинаем понимать, что на самом деле жена – это не жизнь. И муж даже – это тоже не жизнь. И дети – это тоже не жизнь. И деньги – это тоже не жизнь. И что бы там ни было, ничто не может быть настоящей жизнью. Ни работа, ни бизнес, ни все блага этого мира не могут дать настоящей жизни. Потому что настоящий источник жизни – это Иисус Христос. Это великий Бог. Он единственный. И никто никогда не сможет Его заменить. Никто никогда не сможет полноценно занять Его место и дать нам все, что может дать только Он. Об этом я хочу сегодня с вами рассудить. Я верю, что для этого слова Бог нам дал сегодня это время. И в книге пророка Исаии в 40-й главе Бог обращается к своему народу и говорит, что они так на многое начали надеяться. Они надеются на деньги, на врачей, на князей, на царей. Так много чего, на что народ Божий начал надеяться. Это Ветхий Завет, и Бог разговаривает со своим народом, с Израилем и говорит, ну как вы можете надеяться, это же по большому счету ничто по сравнению со мной. Как вы можете на это уповать? Ведь я все это сотворил. Ведь это творение, как в вашей жизни творение начинает занимать место Творца. Но это же глупо, потому что я все сотворил. Посмотрите, в 15-м стихе, в 40-й главе, он говорит, вот народы все, как капля из ведра. Можете себе представить, капелька из ведра. И считаются, как пылинка на весах. Все народы перед ним, 17-й стих, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Все народы. Все на этой земле. Здесь много, что можно о чем читать, но Бог здесь удивляется. Он говорит, как вы можете брать дерево какое-то, вещи какие-то, деньги какие-то, и поклоняться этому, и надеяться на это, как будто на самом деле это может дать вам настоящую жизнь. И вот 21-й стих. Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли. И живущий на ней, как саранча перед ним, он распростер небеса, как тонкую ткань. Я иногда себя ощущаю, как будто на самом деле в какой-то картинке живу. И раскинул их, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто. Чем-то пустым делает судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он, Бог, вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, говорит Господь, и с кем сравните меня, говорит Святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Я предлагаю, чтобы мы последовали совету Господа и подняли сейчас наши глаза и посмотрели. И наши операторы помогут нам посмотреть сейчас немного на небеса. Я думаю, что вы уже видите перед собой эти удивительные картинки, которые были, эти фотографии, которые были сделаны с нашей земли на небеса. И вот мы можем рассматривать, как удивительно Бог все это сделал. И Он говорит, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. Как это возможно? Посмотрите на то, что вы сейчас видите. Посмотрите на это бесконечное число, на это бесконечное множество звезд. Сколько их? Господи, как это возможно? Но Он говорит, кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе, еще раз повторю, по множеству могущества мы себе даже представить не можем его могущество. Мы себе не можем представить, что значит его сила. Мы не можем себе представить его разум. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Из всего, что вы видите сейчас на этих картинках или уже посмотрели, ничто, ни одна звездочка, ни одна планета не выбывает, и он всех их знает по имени. Вы знаете, мы сейчас рассматривали картинки только нашей галактики, этих галактик сотни. И вот мы смотрим на нашу галактику и впечатляемся этими размерами, этим количеством звезд, которых миллиарды, миллиарды просто звезд. Вот. И знаете, что если бы мы решили посчитать эти звезды, то наше собрание, я думаю, сегодня бы немного затянулось. Потому что если бы мы на каждую звезду тратили одну секунду и начали бы так считать, один, два, три, четыре, пять, и решили бы посчитать все звезды, то нам потребовалось бы две с половиной тысячи лет. Мы бы с вами зависли здесь на две с половиной тысячи лет и, используя одну секунду для одной звезды, считали бы и считали бы и считали бы и считали. Вот такое количество. А Бог знает каждую звезду по имени и каким-то образом контролирует, руководит ими. Как это возможно? Дорогие, вы знаете, сколько человек живет на нашей Земле? Говорят, что к концу этого 2020 года количество живущих на Земле будет примерно около восьми миллиардов человек. Восемь миллиардов человек. Кроме нашей галактики, как я сказал, уже очень много других галактик. И вот одна из них называется водоворот. И в этой галактике она так расположена, что смотрит как будто прямо на нашу Землю. И расположена она на расстоянии 31 миллион световых лет от нас. И в ней находится примерно от 300 до 500 миллиардов звезд. Ну, не посчитали точно, понимаете? Не смогли как-то точно посчитать. Ну, приблизительно вот такие цифры. От 300 до 500 миллиардов звезд в этой галактике водоворот. Более того, ученые утверждают, что звезды постоянно рождаются. Все новые и новые звезды появляются в галактиках. И Бог знает каждую по имени. И по счету как-то их выводит. По счету, которого просто не существует на этой Земле. Нас на Земле, на этой, мы находимся, и нас здесь 8 миллиардов, около 8 миллиардов человек. Поверьте, Он знает каждого из вас по имени. Он знает каждого человека в деталях. Мы для Него дороже, чем все эти галактики, чем все эти звезды, которые Он знает по имени и выводит по числу каждую из них. Ты для Него дороже. Нас не так оказывается и много на этой Земле по сравнению с этими звездочками. И будьте уверены, Он знает каждого из вас. Он знает каждую из вас. Будьте уверены, что Он знает абсолютно все, что сейчас происходит в вашей жизни. Он видит вашу ситуацию. Он все понимает в деталях. Как вы в ней оказались? Что происходит в вашем сердце? О чем вы думаете? Ведь мы для Него дороже, чем все эти звезды и галактики. Аллилуйя! Давайте прочитаем то, что Бог говорит дальше. И я вижу в этом голосе огорчение. Я вижу в этом голосе даже возмущение. Послушайте, следующий стих, 27. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Него, у Бога моего». Я такой маленький, но мое дело вообще маленькое. Как Бог, у Него столько забот, у Него столько вопросов. Как Он может вообще видеть меня? Как Он может понимать, в чем я нахожусь? Как Он может вникать в мои дела? Ведь у Него так много дел. Послушайте, что Бог говорит. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Ты не можешь оценить, что Он может, а что Он не может. Ты не можешь понять и правильно оценить, насколько Он может вникать в твою ситуацию или не может. Он говорит, разум Его невозможно и следить, и исчислить. Он дает утомленному силу, каждому утомленному. Он дает изнемогшему, дарует крепость. Каждому изнемогшему. Почему утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся? Почему? Почему Бог берет в пример самых молодых, крепких, отважных? Знаете, тогда была экология даже лучше, и они были еще крепче, чем мы с вами. Но Бог говорит, несмотря на всю крутизну молодых людей, они все равно ошибаются, они изнемогают, они устают, они падают. И Он в противовес ставит не возраст, Он в противовес ставит людей, которые надеются на Бога, которые возлагают свою надежду, свое упование, не на то, что Бог дает, а на Него самого. И Он утверждает, что они не утомятся, они не ослабнут, они никогда не изнемогут, у них все получится. Почему? Потому что они избрали надеяться на Бога, дающего жизнь настоящую. Дорогие, вы чувствуете, что возмущает Бога? Вы чувствуете, о чем Он переживает по-настоящему? И я вижу здесь, что Его не столько беспокоит та проблема, в которой мы с вами оказываемся, сколько то, насколько мы с вами можем надеяться на Него в этой проблеме, в которой оказались. Вот что заботит Бога больше всего. И я думаю, что наше недоверие, наши сомнения по отношению к Богу, они возмущают Бога. Я думаю, что они унижают Бога. Я думаю, что эти недоверия, эти сомнения, эти страхи, они оскорбляют Бога, который пришел в нашу жизнь. Может быть, поэтому написано, сомневающийся, да не думает, что получить от Господа. Это написано в послании к Иакова, первая глава, шестой и седьмой стих. Никаких сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Господи, ну я сомневаюсь, но я вот такой неуверенный. И ты думаешь, что ты этим оправдываешься перед Богом, а ты фактически оскорбляешь в этот момент Бога, потому что Он говорит, ты посмотри немножко на небо. Я знаю каждую эту звездочку по имени. Ты посмотри на все вокруг себя. Сейчас осень, потому что я сказал, что будет осень, и никто из политиков, и никто из ученых не может этому противостать. Попробуй прикрепи каждый листочек, и невозможно, все равно все осыпется, потому что Бог так сказал. А потом придет лето, после осени, да? Потом я тороплюсь вперед, но потом обязательно придет зима. Как бы мы не хотели лето, может быть, мы уже устали, нам холодно, и нам так хочется лето, но все-таки придет зима, потому что после осени наступает зима по воле Бога, который сотворил все. А потом наступит весна, а потом обязательно придет лето, и никто не может это изменить, потому что это Бог сотворил все. Дорогие, наши сомнения, они оскорбляют Бога. Они никак не оправдывают нас. Поэтому, знаете, на этой неделе я обнаружил, что многие люди стали заболевать вирусом. Больше, чем до этого, больше, чем в первый период, когда только появилась эта болезнь. И я обнаружил, что не могу даже отследить все. Я не могу предпринять что-то в полной мере, чтобы обезопасить себя, чтобы обезопасить своих близких. И вначале такая некая растерянность, что делать, потому что ты не можешь это проследить. Ты не можешь проследить и ребенка, который пошел в институт или поехал на работу. Ты не можешь защитить жену, которая поехала и встречается с коллегами, которые болеют и даже приходят и говорят, вы знаете, я тут заболела немножко, температура вчера была 38. Но так ничего, я к утру уже нормально, и бабушка у меня коронавирусом лежит, болеет. И ты понимаешь, что ты вот с источником этой болезни, что ты можешь сделать. И вот вначале мы так исправно маски носили, и сейчас, конечно же, стараемся, и все правильно. Надо делать все, чтобы обезопасить себя. Но на что мы надеемся? И вот я обнаружил, я не могу уже в полной мере надеяться на те средства безопасности, которые у нас есть. Я не могу даже изолироваться от всех, это невозможно. Кругом, повсюду все это происходит. А в аптеках, говорят, заканчиваются лекарства, заканчиваются антибиотики, и вот у тебя гуляют мысли. А если человек заболеет? А если кто-то из твоих заболеет, антибиотиков не будет, а лекарств не будет. И все, и паника приходит у многих людей. Настоящая паника приходит ко многим людям. И я подумал, о, что же делать? Кажется, пора надеяться на Господа. И я думаю, оно так происходит. Пока у нас есть хоть одна маска еще, и есть какой-то антибиотик в ящике, то мы можем надеяться на это, понимая, что мы подготовлены, мы такие, нормально все у нас, мы подготовились к этому, у нас все получится. Но когда заканчиваются вот эти все подпорки, тогда нам уже хочется надеяться на Господа. Нам уже хочется верить, что Он все-таки услышит нас. Почему? Да потому что никто нам не может уже помочь. Невозможно. Мне очень нравится то, что дальше пророк Исаия говорит, я не могу вам это не прочитать, это 41 глава, дальше, прям следующее все. И он говорит, кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою. Речь идет об Аврааме. Об Аврааме, с которого начался еврейский народ. Бог ведь обращается здесь, через пророка Исаию, прежде всего к евреям, к его избранному народу, который начался с Авраама, который просто послушался и пошел туда, куда Бог сказал ему пойти, сам даже не понимая, куда он идет. И вот Бог напоминает им и говорит, кто воздвиг от востока, воздвиг, то есть возбудил, то есть пробудил, в оригинале написано, и призвал его следовать за собою. Вам надо понимать, что значит призвал следовать за собою в то время. Это было время, где потом Авраам не пройдет много времени, он встретится с Содомой, с Гаморой, там, где жители этих городов готовы были изнасиловать ангелов, которые пришли в эти города. Это беспредел. Для них убить человека, это вообще расплюнуть. И вот Бог говорит этому народу, какому народу? Аврааму. Он говорит, Аврааму выйди из своей земли, из этих укрепленных городов, из родства своего, где все подвязано, где все у тебя схвачено, где есть знакомые на всех местах, где, в общем-то, более-менее ты уверенно себя чувствуешь, выйди оттуда и пойди в землю, в которую я тебе пока скажу. И вот он вышел и пошел. Сколько их там было? Я не знаю. Когда потом родился Исаак, потом родился Иаков, и потом, вы помните, Иаков возвращался в Египет, шел к Иосифу, то их там было уже 75 человек. Сколько было человек, когда Авраам выходил из Урохалдейского? Я могу предположить, может быть, 10, 15, 20, может быть. Что такое 20 человек в то время, которые вышли со всеми своими авоськами и пошли по пустыне? Овечки, барашки, авоськи, детей еще даже не было у Авраама, во всяком случае. Слуг, может быть, несколько прислуг. Что это такое? Их любой, абсолютно любой, мог просто по-человечески выйти и убить, и забрать у них, и отобрать все, что у этого Авраама было. Но Бог говорит, я призвал его следовать за собою, и предал ему народы, и покорил царей. Он обратил их мечом в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Кажется, ох, какой крутой Авраам! Но мы понимаем, что крутизна была не в Аврааме, а в том, кто повелел Аврааму следовать за ним. Он гонит их и идет спокойно, дорогую, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал, говорит Бог, и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Ох, мне так нравится эта характеристика. Он тот, который от начала вызывает роды. Ни один человек на этой земле не появился случайно. Бог вызывает роды. Он дает жизнь каждому человеку, и у него есть план для каждого человека. Я, Господь, первый, и в последних Я тот же. И дальше он говорит, каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись! То есть Бог смотрит, как люди, на что надеются. И вот он наблюдает вот это такое движение такое, да? И он говорит, один говорит брату своему, ближнему своему, давай, у тебя все получится, давай, крепись! Кузнец ободряет плавильщика, который разглаживает листы молотом, кующего по наковальне, говоря о спайке. О, хороша! Хороша! Смотри, как у нас получается! Молодец! Давай, давай! У нас все получится! И они куют, они, значит, раскатывают и укрепляют гвоздями, чтобы было твердо. Мне кажется, у Бога все нормально с чувством юмора. Он смотрит, говорит, ну вы крутые, ребят, вообще молодцы! И гвоздиками укрепили, да? Вообще супер, да молодцы! Конечно, получится! Вообще, это броня выдержит абсолютно все нагрузки в вашей жизни! И вы ободряете друг друга! И говорит, давай, давай! Еще саморезами подкрути! Давай вот здесь вот еще, вот это лекарство лучше вообще! Ты знаешь, я последнее лекарство видел, оно самое крутое! Я тебе помогу достать, у меня, значит, есть знакомые в аптеке! И так далее, и так далее! Он говорит, вы ободряете друг друга во всех этих вещах! Ну вы так-то молодцы, конечно! Но! А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, «Ты, раб мой, я избрал тебя, я не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя десницей правды своей!» А вот это для вас что-нибудь значит вообще, как бы Бог говорит, вы надеетесь на саморезы, на лекарства, на то, что у вас вот получается, вы ободряете друг друга, ну, вы молодцы, конечно, это все на своем месте, но для вас что-нибудь значит, то, что я избрал вас, то, что я пообещал, я не покину тебя никогда, я не оставлю тебя никогда, я в любой ситуации буду с тобою, я знаю каждую звездочку по имени, тем более, я знаю абсолютно все, что происходит в своей жизни, даже каждый волосок на твоей голове посчитан, ты огромная драгоценность, в моих глазах, веришь ли ты этому? спрашивает Господь, ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе, не бойся, я помогу тебе. Вы скажете, ну, это к евреям, по всей видимости, было написано, он свой народ таким образом соблюдал и заботился. Послушайте, сегодня народ Божий, это церковь, и она тоже имеет своего родоначальника. Сегодня мы с вами народ, который называемся христианами, и наше начало идет от Христа, от Господа нашего, от Иисуса Христа, и те обетования, которые мы имеем благодаря Иисусу, они больше, чем те обетования, которые имели евреи благодаря Аврааму, который послушался Бога, вышел из ура халдейского и пошел в ту землю, в которую повел его Бог, Иисус Христос, оставил небо и пришел на эту землю и выполнил совершенную волю Божью. Он открыл для нас небо. У нас есть обетования от Него намного больше, чем все обетования вместе взятые, которые приходили, пришли в жизнь еврейского народа. Вдохновляет ли тебя это? Ободряешься ли ты тем, что Бог за тебя? Послушайте, то, что говорит это же Исайя, прочитайте это сами. Это написано в книге пророка Исаии в 42 главе с 1 по 10 стих. И там написано, вот отрок, которого я избрал. И там дальше пророк говорит об Иисусе, которого еще не видел, который еще не пришел, который придет спустя 700 лет после жизни этого Исаия на земле. А сегодня мы знаем, что он пришел уже 2000 назад лет тому. И мы видим это, мы знаем это. А вот что написано в послании к римлянам, к церкви, которая уже увидела все, что произошло, которая уже знает, что пришел Иисус Христос и пострадал за наши грехи. И апостол Павел говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил, Он определил быть подобными Сыну, подобными Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Что? Сын Божий, наш брат, который первородный, который первый прошел этот путь, который открыл для нас небеса и отношения с живым Богом, это намного больше, чем то, о чем даже помечтать могли евреи. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Вы слышите? Бог оправдывает вас. Он призвал вас. Он оправдывает вас не потому, что вы это заслужили. Он оправдывает, потому что Он готовит вас к отношениям с собой. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Бог за нас. Ты не мог это заработать. Ты не мог это заслужить. Как евреи, которые не могли заслужить то, что они стали евреями. Они просто потомки Авраама. И они стали евреями. И все. Они просто родились. Мальчик родился в еврейской семье. И он еврей. И он наследник. Он имеет все это. Точно так же мы. Потому что Иисус избрал тебя. Поэтому Он оправдал тебя. Ты ничего не сделал для этого. Поэтому Он очищает, освящает тебя, используя все ситуации, которые происходят. Но Он за тебя. Бог за тебя. Что бы ни происходило. Бог за тебя. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует и всего. Апостол Павел удивляется. Так же, как Бог в Ветхом Завете удивлялся. Апостол Павел как не дарует и всего. Следующая истина. Бог дарует нам все. Аминь. Дальше. Кто будет обвинять избранных Божьих? Потому что, когда ты говоришь, что Бог дарует мне все. Конечно же, дьявол постарается у тебя это своровать. И сказать, да ты не достоин. Да ты виноват в том, в том, какое у тебя прошлое было. И так далее. Кто обвинять будет избранных Божьих? Бог оправдывает их. Иди поспорь. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но Он и воскрес. Он и одесную Бога прямо сейчас. И Он ходатайствует за вас, за нас. Бог ходатайствует за нас. Это потрясающе. И дальше апостол спрашивает, Кто отлучит нас от любви Божьей после всего этого? Кто? Какая-то болезнь? Какой-то коронавирус? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность какая-то? Какая бы она большая ни была? Или меч? Или гонение? Что, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день? Считают нас за овец, обреченных на заклание? Но абсолютно все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Итак, послушайте. Бог за нас. Он дарует нам все. Он нас оправдывает. Он за нас ходатайствует. Но преодолевать нужно все, с чем мы сталкиваемся. Кому? Нам. Зная все это, видя все это, принимая все эти обетования, побеждать в конкретной ситуации нужно нам, но опять же не своими силами, но силою возлюбившего нас. Дорогие, Бог так хочет, чтобы мы это видели. На этой неделе ко мне позвонила любовь Харидинова. И я не мог ее переслушать. Я догадываюсь, что она ни одному мне звонила в церкви, потому что она была наполнена просто этим восторгом. Она прошла химиотерапию. Я не помню сколько, 6 или 7, сколько ей сделали химиотерапии. И последние два месяца в нашем чате молитва и ободрение вы могли видеть больше всего ее записок. И она просила братья и сестры, помолитесь. Я иду на следующую химиотерапию, помолитесь, чтобы Господь защитил все мои органы, помолитесь. И мы все молились и молились и молились. А через какое-то время она опять, помолитесь. У меня проблема с мужем, он тоже заболевает, помолитесь. А потом говорит, коронавирус еще говорят у нас может быть, мы тесты сдаем, а мне химиотерапию надо сделать, помолитесь. И кто-то мог подумать, что какая-то навязчивая сестра. А сегодня она прошла весь этот путь. Она звонит, и я не могу ее переслушать, потому что она в восторге, говорит, пастырь, я все это прошла. Бог мой великий, Бог мой всемогущий, Он за меня, Он помог мне все это пройти. Я знаю Его, Он никогда меня не оставит. Она не понаслышке это сегодня знает. Она прошла вместе с Ним эту проблему и продолжает проходить. И сегодня она вдохновлена Богом очень сильно. Друзья мои, мы можем столкнуться с такими разными трудностями в жизни, но видим ли мы эти обетования, которые Бог открыл для нас? Имеем ли мы эту надежду, это упование на Него по-настоящему? Вы знаете, я тут на этой неделе решил впечатлить свою жену. Взял сковородку, которая, знаете, такие есть любимые сковородки у женщин. И она не готова променять ее ни на какую новую. Такая древняя сковородка, и она такая, знаете, ее невозможно отмыть, просто невозможно, потому что там слой вот этой сажи, вот, и была даже такая идея, может быть, от этого она температуру лучше держит, потому что, ну, толще становится, да, и от этой сажи. И вот она такая вот, древняя такая сковородка. И Света мне периодически просила, говорит, помыть бы ее как-то, вот почистить, я даже не представляю, как ее чистить. И вот я отважился, я взял эту сковородку, я поехал в специальное место, я взял специальный инструмент, и я в течение часа или больше, я, значит, этим специальным инструментом, электрическим дрелью с насадками, я ее, значит, боролся с ней, боролся, и я ее очистил. Она стала неузнаваемой, она стала белой, оказывается, стальная такая, красивая, знаете, я ее принес домой, я был такой гордый. И вот я положил, вот тут помыл, значит, все, и поставил на плитку. Ожидая, что моя жена придет, и она увидит. А жена не успела увидеть, потому что ее увидела моя дочь, и она закричала. Но, знаете, жена уже была дома, и она мне что-то рассказывает, она там какие-то вопросы поднимает. У меня один вопрос, она видит в конце концов или не видит? Я не помню, мне не интересны никакие вопросы. Понимаете, я вложился столько сил, это было мне столько стоило, просто усилий, я же ее победил. Это ж невозможно было помыть, это ж невозможно было очистить. Я так ожидаю. А она ходит, это один вопрос, другой вопрос, наверное, не понимает, почему я не реагирую на ее вопросы. И вот крик дочери. Вау, папа, это что, та сковородка? И все, тогда звучит все впечатлены, классно, все, и я гордый такой, довольный. И, знаете, мы, бывает, с такими вопросами приходим, с разными вопросами к Богу. И у нас так много, и мы хотим о том, о другом поговорить. Господь, у меня тут с работой, понимаешь, коронавирус увольняют. Я даже не знаю, что мне делать, Господь, как дальше жить, и как кредит платить. Господи, я могу заболеть, у меня маски закончились, Господь. А в аптеке говорят все. Что делать? Я думаю, Бог побольше моего со сковородкой ждет. И смотрит, а ты вообще обратишь внимание на то, что я сделал? А ты вообще видишь, чего мне это стоило? А ты вообще можешь оценить то, что я сделал лично для тебя? Может быть, никого бы не было на этой земле. Лично для тебя. Я знаю тебя по имени. Я это сделал лично для тебя. Ты скажешь, для всего мира. Да, для всего мира. Как и этот Млечный Путь, как и эти галактики. Их много, но я знаю каждую по имени. Иисус пошел на крест, чтобы взять твою вину на себя. Чтобы оплатить твои личные долги, твои грехи. Чтобы разрушить власть дьявола в твоей жизни. Чтобы освободить тебя от этого проклятия, от этой болезни, от этих страхов. Ты видишь это? Иисус говорит, делайте это. Каждый раз вспоминайте это. Ну вспоминайте это. Я знаю, что придет время, эта ценность будет просто завалена чем-то. Дела, трудности, проблемы. Ну каждый раз вспоминайте это. Смерть Господню возвещаете. Делайте это хлебопреломление. Я думаю, друзья, нам нужно чаще делать хлебопреломление. Я думаю, по домашкам, может быть, надо делать хлебопреломление. Там, где есть возможность собраться вживую, это намного лучше. Чтобы видеть глаза. Чтобы говорить в жизни. Чтобы слышать Бога. Аллилуйя. Так много хочется сказать, потому что Бог так много для нас сделал. И Он видит все ситуации, в которых мы находимся, но Его интересует больше всего. Веришь ли ты Ему? Доверяешь ли ты Ему каждый свой вопрос по-настоящему? Если доверяешь, я быстро тебе скажу три вещи, которые будут выражать то, что ты доверяешь. Если ты доверяешь, то ожидая Его каждое утро. Он имеет для тебя план. Если Он тебя сотворил, если Он вызывает роды каждого человека от начала и до сего дня. Если Он тебя сотворил, если Он знает тебя по имени, то Он знает, что Он приготовил для тебя в этом дне. И это самое лучшее. Ожидай Его каждое утро. Ожидай Его голоса. Ожидай Его действия. Каждый день. Первое. Ожидай Его голоса каждое утро. Второе. Ожидай Его действия. Каждый день во всем, что ты будешь делать. И третье. Благодари Его каждый вечер. Не забывай. И Его реальность. Реальность Его плана. Она будет открываться в твоей жизни. Все больше и больше. И пусть Господь благословит всех вас в этом пути. Аминь. Реальность Его. Субтитры подогнал «Симон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин